Родным фронтовика Краснова Владимира Григорьевича сложно скрыть волнение. Никто из внучек и не подозревал, что спустя 70 лет они все же узнают, где воевал и как погиб их дед. Владимир Григорьевич ушел на войну в 41-м. В том же году попал в плен. Три месяца жил в концлагере Берген-Бельзен. А между тем, здесь, на родине, верили, что он живой, и продолжали ждать жена и пятеро детей. Дочь Зоя Владимировна в деталях помнит последнюю встречу. Как сейчас помню, купил себе калоши. Что там у него на ногах было, может быть, старые какие-то тапочки. Он снял, одел эти калоши. И мы продолжали путь до военкомата. Это я потом уже поняла, что до военкомата. Вот потом народа там было много. Отец исчез. Куда их направили, мы не знаем. И домой мы вернулись. Мама, крестная и я. Документы Владимира Краснова, как и документы еще шести рассказывцев, удалось отыскать поисковому отряду «Надежда» из Мичуринска. Списки тамбовских узников находили с помощью Подольского архива. Проблема в том, что 70 лет они были для своих родных и для книг их памяти как пропавшие без вести. И вот наши ребята, мы как раз увековечиваем память их здесь, находим родных здесь. Это очень трудно сейчас, через столько лет. И вот приглашаем на такие вечера. Ребята из Мичуринской школы номер 7 работали совместно со школьниками из немецкого города Мунстер. Они делают глиняные таблички с назичками фамилий и дат смерти советских военнопленных, размещая их по периметру кладбища Хёрстон. Прежде чем изготовить таблички, мы связываемся с обществом по охране памятника Второй мировой войны. Оттуда мы получаем фамилии. Эти фамилии мы передаем Елене Ивановне Рыбальченко. Они проверяют эти фамилии, потому что для немецкого уха некоторые фамилии неоднозначные. И поэтому она их еще раз проверяет, пишет их правильно, но мы их пишем латынью, латинскими буквами. Концлагерь Берген-Бельзен был создан в Германии на территории Нижней Саксонии. За годы своего существования он унес примерно 50 тысяч советских военнопленных. Из них 347 узников – уроженцы Тамбовской области. Их имена удалось установить благодаря международному проекту «Мы пишем ваши имена». Сегодня семь безымянных солдат наконец вернулись на родную Рассказовскую землю. Семь семей обрели память о своих отцах и дедах. И теперь, спустя 70 лет, они нашли имя и покой. Марина Корякина, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей.